Формула изменений своей жизни, так называется наша тема. Кто меня не знает, я автор марафона «Рерайтер жизни», человек, который помогает перезапускать свою жизнь, перезагружать свою жизнь и, собственно, приводит вас к самим себе. Вот так вот беру замку и объясняю, рассказываю, учую, показываю, каким образом найти в этой жизни себя, каким образом в этой жизни стать тем счастливым человеком, которым вы и рождены. Все это я делаю в рамках обычного своего марафона «Рерайтер жизни», и, конечно, в рамках своих прямых эфиров, потому что многие из вас знакомятся со мной именно во время прямых эфиров, рекомендуют делиться, говорят, посмотри-ка на эту Олю, что это за Оля такая, кого-то раздражаю, кому-то нравлюсь, кого кто-то любит, кто-то не очень, но самое главное, что однозначно никого не оставляю равнодушным, а если уже вы за что-то цепляетесь, то, по крайней мере, задайте себе вопрос, почему она меня зацепила, почему она мне не нравится, или почему она мне нравится, хотя я сама или я сам совершенно противоположный человек, в общем, всегда есть над чем подумать, а со мной точно интересно. Вижу, что вы подключаетесь, очень жду, когда Инстаграм начнет все-таки всем рассылать уведомления, потому что после того, когда меня однажды заблокировали, вижу, что немножко с этим тормозится, но, тем не менее, буду вас ждать. И давайте-ка буду начинать, остальные люди посмотрят в эфире, точнее, в записи этот эфир, и я уверена, что вам будет сегодня интересно, потому что сегодня эфир будет очень логичный, осмысленный, поэтому, пожалуйста, постарайтесь его смотреть не кусками, а вот сесть и основательно от и до посмотреть, а затем поделиться с другом, подружкой, сделать хорошее дело, потому что, знаете, часто меня спрашивают, вот о чем говорить с друзьями, да, мы постоянно обсуждаем только какие-то проблемы. Я всегда говорю, что для того, чтобы было что интересного обсуждать, нужно что-то интересное в голову положить, как в холодильник, знаете, для того, чтобы было что-то съесть вкусненького и полезненького, надо туда это положить. Само оно там по себе не возьмется. Поэтому, welcome, добро пожаловать, давайте-ка с вами стартанем. Почему я сегодня взяла такую тему, формула изменения своей жизни? Потому что мы все говорим об изменениях, и обычно, когда человек загадывает любое желание, оно связано с тем, что я хочу иметь то, чего я не имею. А что это такое? Это обычное изменение. Когда мы говорим о своих мечтах, когда мы говорим о своих целях, все это касается изменений. Но, тем не менее, для большинства людей настоящим трэшем и болью являются любые изменения. Встать в другое время, пойти на свидание с другим человеком, завести нового друга, сменить работу, переехать в другой город, пойти не в тот ресторан, в который ходишь обычно, а в какой-то другой. Вечером заняться не тем, чем привык, а чем-то другим. Даже переход на новый сериал для человека является стрессом. И человек говорит, «Господи, ну когда же выйдет новый сезон, вместо того, чтобы порадоваться тому, что вышел новый сериал?» Изменения являются стрессом. Но вы должны запомнить очень простую вещь, что если вы хотите изменений, если вас что-либо в своей жизни не устраивает, в любом аспекте вашей жизни, вам придется, слышите меня, вам придется начать делать что-то новое. Если вы этого сейчас не поймете, и если вы будете пытаться, продолжая делать старое, получить новый результат, услышите меня, вы слышали эту фразу миллиард раз, я хочу, чтобы до вас дошло, слышите меня? Если вы будете продолжать делать то, что вы делаете, если вы будете продолжать себя вести так, как вы себя ведете, я самый умный, я все знаю, мне вообще все это неинтересно, ой, да ладно, да, что он там может мне сказать? Вот так у вас именно было до сих пор, и поэтому вы сегодня имеете то, что вы имеете. И формула изменений своей жизни подразумевает то, что нам придется делать что-то другое. Но давайте-ка я для начала расскажу об устройстве нашей жизни, чтобы вы осознали, почему сегодня вы живете так, как вы живете. Расскажу именно как формулу, очень логично и очень понятно. Как мы определяем вообще, что есть в нашей жизни? Очень просто. Есть я, которая, да, там, сколько-то лет, которая живет в определенном городе, в определенном доме, в хорошем доме, в плохом доме, в коммуналке, в съемной квартире, в своем шикарном особняке, это мой факт. Есть люди, которые меня окружают. Это крутые люди, или это люди, которые все время жалуются, это люди, которые все время куда-то стремятся, развиваются, или это обычные люди, которые так же, как и я, ездят на маршрутке, трамвае и, в общем-то, живут своей жизнью. Есть одежда, которая висит в моем шкафу, и есть то количество одежды, которое я могу себе позволить. Кто-то покупает себе каждый сезон новую одежду, кто-то ходит в премиум бутики, кто-то ходит в бутики, кто-то на рынке, кто-то ходит в секонд-хенд. Это есть мой уровень, есть моя работа, на которую я хожу, или мой бизнес, которым я занимаюсь. И это приносит мне какое-то количество денег. Кто-то получает 300 долларов, кто-то получает 3000 долларов, кто-то зарабатывает 100 тысяч долларов в месяц, кто-то зарабатывает больше. Это есть мой факт. То есть факт – это то, что вот я могу точно сказать, это не в иллюзиях, это то, что есть. И это то, что называется моим уровнем жизни. То есть вот у каждого из нас с вами есть свой уровень жизни, каждый из нас с вами считает его нормальным или ненормальным. Для кого-то то, что для одного мало, для другого много. Кто-то мечтает о том, от чего другой хочет просто избавиться. Это есть нормально. Вот я, например, езжу там на своем Порш Каене и думаю, ну блин, уже все, Оля, уже надо точно новый, уже точно хочу. А кто-то смотрит на мой Порш Каен и говорит, господи, когда-нибудь бы мне вот на такой Порш Каен, пусть даже на котором Оля поездила 7 лет, я бы его купил и так бы сильно хотел. Да, а кто-то смотрит, когда я ездила на маршрутке, на троллейбусе, я мечтала, чтобы у меня было гривна на маршрутку. Когда я села на маршрутку, помню момент, когда я засматривалась на девушек, которые ездили в машине, в любой, и даже мужчины, которые ездили в машине. И когда ты стоишь в снег, холод, ты стоишь на остановке, этот снег пробирает твои колготки почему-то, потому что ты в капроновых колготках, ты же красивая девушка, а красота это естественно равно капроновой колготке. И вот ты стоишь, и потом решаешь, что все-таки ты свои 10 гривен сэкономленных. И мы возвращаемся, все нормально. И ты стоишь, значит, и садишься в нагретую копейку, на попутку, и видишь, что эта нагретая копейка едет. Тебе в ней тепло, твои колготки не продувают, твои трусы не продувают, и ты думаешь, господи, какой богатый этот человек, он едет на копейки, и эта машина в которой, в которой я могу спрятаться, как же мне в ней хорошо. И ты уже понимаешь, что в принципе этот человек по сравнению с тобой практически бог. То есть у него просто есть машина. Я говорю только о том, что у каждого, все это мы можем познавать в сравнении, и у каждого из нас есть определенный свой уровень. Это уровень, который отвечает нам всегда на вопрос, что я имею. Это есть ваша жизнь, ваше такое корыдство. Вы смотрите на чужую жизнь, на жизнь другого человека, и видите, что у него другой дом, у него есть машина, у него вообще что-то есть, у него есть какие-то шмотки, и вам хочется попасть туда. Ваша некая точка B. Для другого человека это есть его сегодняшний факт. И вот когда большинство людей, обычных смотрят на жизнь других людей, они не понимают, как им туда попасть. И единственное, что мы можем делать, это говорить о том, что у него есть родители, у него есть любовник, у нее есть любовник, ей повезло, ну, конечно, она там, я не знаю, проститутка, блин, в конце концов, проститутка гадина. Все, а я честненькая такая, я не-не-не. То есть у нас находится набор определенных словечек, которые говорят нам о том, что вот мы находимся здесь. Но давайте-ка пока вернемся в свое корыдце. Наша история. Теперь давайте зададим вопрос себе, «А почему мы живем так, как мы живем? Почему я зарабатываю столько, сколько я зарабатываю?» И помните, тут часто говорят так, «Ну, конечно, он же юрист, он же известный певец, он же известный блогер, а я…» Господи, эти уведомления. «А я работаю на обычной работе», да, например, или «На моей работе столько не платят», или «Я пока ж только начинаю свой бизнес». Так вот, история заключается в том, что ответ на вопрос, почему у меня есть то, что у меня есть, или, например, про друзей, да, давайте про друзей еще, чтобы было понятно, не только про материальное. Мои друзья – вот эти люди. Почему? Потому что, например, я училась в обычной школе, и там все были обычные дети, и вот если бы я училась, конечно, в лицейном классе, или если бы я училась в какой-то очень дорогой школе, и там были другие люди, то есть у нас есть всегда некое объяснение, или «Я не вращаюсь в таких кругах, потому что меня окружают обычные люди, мои соседи, я живу в доме, где все обычные люди, да, или друзья моих родителей обычные люди». Значит, теперь понимаем, что то, что мы с вами имеем, вот этот наш уровень, то, о чем я сказала, наш факт, наши друзья, наш дом, наша жизнь, определяется тем, что я делаю. Интересно, если бы я пошла на другую работу, или у меня было бы повышение, или я бы открыла более успешный бизнес, то есть, если бы мои действия были другими и более правильными, изменился ли бы тот факт, который у меня есть? Давайте подумаем. Если, например, вы работаете на работе, зарабатываете там тысячу долларов в месяц, вы можете себе позволить какую-то квартиру, какую-то жизнь. И вот вы вдруг получаете повышение и начинаете зарабатывать три тысячи долларов в месяц. Ну, как вы считаете, изменится ли ваша жизнь? Ну, дураку не надо, как бы, дураком не надо быть, чтобы ответить, конечно, изменится, у меня появится три тысячи, может быть, я перееду в лучшую квартиру, может быть, я начну покупать другую одежду, может быть, я начну путешествовать, у меня появятся деньги какие-то на путешествия, может быть, есть много чего может быть, а если я начну зарабатывать, например, у меня есть свой бизнес, который я сегодня только начинаю, и он приносит мне маленькие деньги, и вдруг я начинаю развивать, так как это было у меня, и я начинаю в месяц, например, зарабатывать там 30 тысяч долларов или 50 тысяч долларов, как вы считаете, изменится ли таким образом моя жизнь? Ну, конечно, изменится, но, мать твою, у меня появится машина, у меня появится множество тех вещей, которых нет, и возможностей. Окей, изменится ли ваше окружение? Давайте вы будете тоже отвечать, а то я, как, знаете, попугай сама спросила, сама ответила. Тут мужчина спрашивает про миньет, да, я правильно говорю, вы знаете, жирные мужики никогда меня не возбуждали, вот честно вам скажу, поднимать мужчине живот для того, чтобы сделать ему миньет, это как минимум не сексуально и не эротично. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, вы пойдете в тренажерный зал, подкачаетесь, и заодно мозг свой подкачает, потому что член иметь, это еще не означает иметь мозги. Друзья, так вот к вам вопрос, как вы считаете, изменится ли ваше окружение, если вы начнете зарабатывать больше? Ну, естественно, потому что у вас появятся как минимум люди, которые тоже зарабатывают больше, с которыми вы будете общаться, партнериться, мало того, когда у вас станет больше денег, вы пойдете в какой-нибудь лучший фитнес-клуб или вообще туда пойдете, вы начнете ездить на курорты, вы отдадите своих детей в частную школу или детский сад, и у вас начнет появляться круг, как он появляется? Да банально. Здравствуйте, я мама Маши, а я мама Даши. Отлично, пойдете вместе попьем кофе, да? Ну, то есть, все просто. У меня появились деньги, я стала ходить в какие-то другие рестораны, места, и, естественно, мой круг изменяется, то есть, понятно это дело. То есть, теперь давайте понимать, что в зависимости от того, что я делаю, да, что я делаю, где я работаю, как я развиваюсь, это влияет на то, что у меня есть. То есть, мы понимаем, первый уровень, что для того, чтобы у нас что-то изменилось, нам нужно начать что-то другое делать. Теперь давайте смотреть следующий момент. Что влияет на то, что я делаю, сколько я могу зарабатывать, какие возможности у меня появляются. Какие у вас есть варианты, что влияет? Это кола, если кто-то не в курсе, а то новенькие думают, что я винишко подбакиваю. Друзья, если я выпиваю, я засыпаю, поэтому, упаси Бог, это делать на прямом эфире. Вдруг еще храпеть начну. Что влияет на то, что я делаю? Что влияет? Делаю я это или делаю я другое? Делаю я это хорошо или делаю я это плохо? Я высокооплачиваемый сотрудник или я обычный, низкооплачиваемый сотрудник? Что на это влияет? Варианты. Включаем мозг. Он у нас есть, друзья. Мы можем помочь себе это сделать. Давайте первый правильный ответ и будет приз. Так. Запрос участия в прямом эфире в моем. Желание иметь больше. Харизма. Хорошие варианты. Еще. Настрой. Прекрасные варианты, но нет. Они имеют место быть, но нет. Я не буду вам платить больше денег из-за вашей харизмы. Навыки и уверенность в себе. Спасибо. Первое слово подходит. Навыки. Навыки и умения. Если я классный специалист, который развивается и растет, я зарабатываю больше. Если я пришла в бизнес, и я прекрасный маркетолог, я работаю над своим бизнесом, я работаю над своими продажами, я делаю что-то и развиваюсь, соответственно, это влияет на то, как я делаю. Помните, как сотрудник? Все всегда ищут крутых продавцов, крутых менеджеров, крутых топчиков. И ваш бизнес, если вы им занимаетесь, зависит от того, насколько вы хороши, насколько вы классно умеете продавать, насколько вы умеете выстраивать команду, в зависимости от того, какой у вас бизнес. То есть мы можем сказать, что для того, чтобы делать что-то лучше, нам необходимо прокачивать, мне нравится эта фраза, прокачивать, как мышцы, свои навыки и умения. Как у нас мышцы прокачиваются? Мы их качаем, мы повторяем какие-то движения, мы что-то делаем, для того, чтобы у нас там, видите, у меня даже полосочки вырисовываются, для того, чтобы у нас что-то там получалось. То же самое, когда мы регулярно занимаемся продаж, мы что-то делаем, анализируем. Так, сработало, не сработало, продал, не продал, попробую докрутить, попробую что-то доделать. То же самое на работе. Часто люди говорят, меня не хотят повышать, а я задаю встречный вопрос, а за что тебя должны повысить? Ты хорош в своем деле? Ты приходишь и отсиживаешь задницу? Либо ты креативный, яркий, ты все время что-то предлагаешь, ты куда-то идешь, ты что-то делаешь. Как это происходит в своей жизни? Поэтому мы можем с вами сказать, что для того, чтобы наши действия были круче, а мы уже с вами знаем, что если наши действия становятся лучше, если мы делаем как-то иначе, лучше, чем делали раньше, то наша жизнь меняется, количество наших денег, людей, которые нас окружают, наше внутреннее состояние, тоже меняется. Поэтому мы можем с вами сказать, что в зависимости от того, насколько наши навыки и умения хороши, насколько мы над ними можем работать, а можем ли мы работать над своими навыками и умениями? Конечно, да. Если я понимаю, что я чего-то не знаю, я могу этому научиться на каких-то курсах еще где-то. Я в свое время, когда выстраивала свой первый бизнес, я, например, очень хорошо помню, как однажды я столкнулась с тем, что писать сметы на листочках неудобно, потому что каждый раз у меня были разные цифры. И то, что они были разные для меня, это было полбеды, но то, что для клиента они были разными, это было, конечно, непростительно. И я помню, как я взяла книжку по работе в таблицах Excel. Просто, чтобы вы понимали, это для меня сейчас, что HTML-код писать, вот программировать. Я вообще ничего об этом не знала. И я помню, как я разобралась, как сделать табличку, и какая гордость у меня была, и я вам скажу больше, что позже мне так понравилось делать эти таблички, что я решила в бизнесе навести порядок. Я создала огромную коллекцию документов, я тогда занималась свадебным бизнесом, и никто этого не делал. И мне так понравилось, я все это создала, и потом людям, которые у меня обучались, а я позже начала обучать, как заниматься свадебным бизнесом, потому что я в этом преуспевала, и никто этому не учил, я решила людям сказать, хотите мои документы купить? Угадайте, на какую сумму я продала файлы Excel и Word. Вот просто напишите, на какую сумму я продала в своей карьере свадебной файлы Excel и Word. Просто файлы, просто там таблицы всякие разные. Вот напишите. В данном случае речь не идет о вере в свои силы. Вот вы можете в них верить или не верить, но если вы херовый продажник, если вы хреновый маркетолог, если вы поганый исполнитель, то, поверьте, ничего не будет. 15 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, давайте еще варианты. Какие еще есть варианты? Это я вам про то, как я прокачала свой навык, да? И таких навыков я в своей жизни прокачивала огромное количество. Точно так же я разбиралась, как работать с Инстаграмом, точно так же я разбиралась, как работать с Ютубом, точно так же я разбиралась с огромным количеством вещей, которые я понимала, что если я в этом прокачаюсь, я стану лучше и смогу себя дороже продать. 5 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Так, чтобы не соврать, тысяч на 150 долларов я продала. Клянусь. И живите теперь с этим. Вот так мой навык в книжке, который я тогда обрела, и потом я уже дальше работала с таблицами интуитивно, потому что я вообще человек, не система. Для меня учиться по книжке, ребята, это просто трешняк, просто трешняк, это вообще не про меня. Я вот так вот, я человек, который не ездит по навигатору, например, да? То есть я так еду, примерно понимаешь, что это туда. Вот я из вот этих вот людей. Итак, окей, погнали дальше. Значит, мы с вами осознали, да, мы же формулу, помните? Мы с вами осознали, давайте еще раз повторим, что у нас с вами есть некая наша жизнь, да, в которой мы живем. Люди, которые нас окружают, место, в котором мы живем, количество денег, которое у нас есть, то, кем мы являемся. Дальше. На это влияет то, что мы делаем. В зависимости от того, что я делаю, я могу жить лучше или жить хуже. Что я делаю? Что влияет на то, что я делаю? На то, что я делаю, влияет то, какие у меня есть навыки и умения. Если я умею быть слесарем, то я могу быть слесарем. Если я умею классно продавать, я могу быть классным продавцом и работать в разных компаниях, потому что можно продавать семечки возле метро, а можно продавать акции дорогих компаний. Тут уж следующий момент. То есть умения и навыки определяют, можем ли мы работать над умением и навыками. Ну да, мы, конечно, можем. Другой вопрос, что мало кто хочет это делать, но мы можем. Мы можем над этим работать. Окей, что стоит над вот этими умениями и навыками? Почему люди, почему люди не работают над своими умениями и навыками? Как вы считаете? Почему люди, по сути, не развиваются? Какие у вас есть варианты? Почему люди не развиваются? Ну, если так все понятно. Ну, понятно же, что, блин, надо лучше научиться, лучше стать в чем-то лучше, прокачаться, стать в чем-то лучше. Почему? Лень, лень, лень. Вы прям списались и сговорились и лень. Лень. Лень, страх, лень. Вы прямо это все. Лень, страх. Ну, называется это несколько иначе. На самом-то деле, но здесь все, да, вкладывается. Как правило, это убеждения и ценности. Вот такие красивые слова. Ценности – это то, что обычно с плюса, убеждения – это то, что обычно с минусом. Например, ценности. Люди говорят, а у меня в ценностях нету денег, у меня в ценностях нету лидерства, у меня в ценностях есть жить, есть, у меня в ценностях есть… То есть, ценности низкие, ну, то есть, они нет другого уровня. Нету материальных ценностей, нету ценностей развития, нету ценностей… Кто развивается и достигает цели? Кто становится успешным? У кого в ценностях есть деньги? У кого в ценностях есть вперед? Быть лидером? Куда-то идти вперед? Ну, развиваться? Что влияет на эти ценности? Убеждения. И, как правило, именно негативные убеждения со знаком минус и не дают вам возможности расти. И они прикрывают вашу лень, они являются, не прикрывают, они являются опорой для этого, для вашей лени. Потому что ценность – это ответ на вопрос, а зачем? Какого хера мне это надо? А зачем? Вот у меня, например, в моих убеждениях заложено, что человек пришел в мир, я пришла в мир, чтобы побеждать, чтобы иметь все самое лучшее, чтобы развиваться, чтобы развивать вселенную, чтобы что-то оставить след за собой, чтобы достигать чего-то, чтобы идти вперед, чтобы не просирать свою жизнь в унитазе и с бутылкой пива, чтобы жить в лучших домах, чтобы путешествовать, чтобы любить, чтобы делать что-то значимое, чтобы памятник в конце концов мне народ захотел поставить, а не просто там сидеть, блин, и брончать и ныть, что мало платят, что опять там что-то будет локдаун или не будет локдаун, что там вообще муж у меня козел, все козлы вокруг, и сидеть, и это твоя жизнь гребанная, твоя гребанная жизнь. Вот так, друзья. Вопрос убеждений. У большинства людей убеждения очень такие, деньги – это зло, сейчас честно не заработать, это удобное убеждение. Убеждения делятся на две группы. Есть убеждения, которые к нам пришли из детства, вы уже все, вот простите, протрахали мозг уже этой фразой, но до вас же не дошло до сих пор. Вот уже каждый олень говорит это повсюду. Убеждения – это то, что взято из детства. Ну вы, что, блядь, до вас не доходит это? Не доходит. Вы такие, да, взято из детства. А что не понять, что надо в этом поковыряться? Почему не подумать, что какого черта я слушаю до сих пор и работаю на этих старых программах? Вы сейчас знаете кто? Был когда-то первый компьютер, первый, мать вашу, компьютер, Поиск назывался. Это было очень странное создание, вот такая маленькая коробочка, моя мама купила папе его. Вот такая маленькая коробочка, прикреплялась это к какому-то монитору, на котором ни черта нельзя было рассмотреть, стоило это каких-то космических денег, и все раскладывали там пасьянс. И это назывался компьютер-поиск. Так вот вы сейчас, когда ваша жизнь основывается на убеждениях, вы вместо того, чтобы взять 12-е, уже скоро 13-е iPhone, вы сидите, ваше программное обеспечение, это компьютер-поиск, понимаете? Вы, ваши старые убеждения, это компьютер, мать вашу поиск. И вы, вместо того, чтобы развиваться, вместо того, чтобы, блин, использовать все те сумасшедшие возможности, которые есть в мире, которые перед вами открыты, потому что у нас сейчас есть с вами интернет, блин, мы можем быть сейчас заиками, коллегами, извините, дебилоидами, но с помощью инстаграма, интернета зарабатывать. Сейчас, блин, можно себя снимать, ну, посмотрите, люди без руки и без ноги сделали сумасшедший бизнес. На это. Мотивацию включили, начали показывать. Смотрите, у меня нету руки, ноги, мозгов ни хера нету, но я, блин, все равно иду вперед. Но мозги есть. А мы такие, типа, ну, замотивируйте нас еще, пожалуйста, что-нибудь сделать, еще что-нибудь замотивируйте, что-нибудь, это я уже слышал, еще что-нибудь расскажите. Так вот я вам хочу сказать, что вы на своем программном обеспечении вот эти ваши убеждения, что денег не заработать, что там эти козлы, эти проститутки, мужиков нормальных нету. Вот вся ваша гребанная жизнь, если она у вас есть гребанная в каком-то аспекте, вот она вся и строится на вашем программном обеспечении 90-го года, когда вышел компьютер поиска. Он вышел в 90-м году, я что-то в первый класс, я это помню. И вот вы говорите, ну, ничего не получается, в этой жизни-то, что, что, ничего, вот, и все. и это история про убеждения. Я хочу, чтобы вы поняли, что то, когда вам каждый сверлик, кто-то сверлик, потому что книжки прочитала, кто-то это реально, как я, осознает, что на убеждениях все основывается. И такие все, ой, да нет, у меня правильные убеждения, да я все понимаю, я, конечно, все понимаю, все понимаю, только денег нету, ничего нету, ничего, я все понимаю. Так вот, надо зайти вот сюда, в свою головешку, зайти, открыть дверку и покопаться в этих убеждениях. И узнать, почему вы так боитесь всего, почему вы себя недооцениваете. Вчера я подняла тему абьюза. Тему того, что мы находимся в отношениях, где очень часто нас или мы обижаем друг друга очень сильно. И мне начало писать огромное количество женщин про своих мужчин. тут же, тут же, что я с ним живу, он меня оскорбляет, обижает. И я каждой задавала вопрос, а что ты с ним живешь? Если ты понимаешь, что он тебя оскорбляет, если ты понимаешь, что он тебя унижает, что он тебя заставляет, чего ты с ним живешь? Чего ты с ним живешь? Ой, ну я привыкла, ой, ну мне страшно. Ну дура ты, потому что. Подойди к зеркалу себе и скажи, потому что я дура. Кто вам еще это скажет? Себе надо это сказать. И спросить себя, я боюсь, да, я боюсь, а нахера это вообще живо, если я всего боюсь? Какое у меня будущее в этом страхе? Вы все равно умрете. И мужик ваш умрет. Все равно гримовер закончится, так что вы не сыграете? Вы все равно умрете. Но осознайте это, никто из нас не вечный. Никто не знает, куда жизнь закончится. Так что вы в соплях и страданиях живете? Он абьюзер, и что мне делать? Нахер его посылает. Просто брать и посылает. Просто начинать жить своей жизнью. И пусть что хочет, то и делает, сука, со своим абьюзом. Сам с этим абьюзом носится. И сам лечится. Хватит быть докторами абьюзеров. Потому что, когда вы являетесь доктором абьюзера, вы являетесь абьюзером для самого себя. Вы сами себя мучаете. И ваши убеждения, то, что в жизни нужно страдать, то, что в жизни не может быть все хорошо, то, что нужно выбирать, то, что идеально не бывает, вот наши с вами гребаные убеждения. И мои тоже. И мои тоже. Потому что мама так научила. Папа так научила. Тише едешь, дальше будешь. Вот такая, друзья, история. Поэтому ценности и убеждения определяют. Если мы не знаем, зачем, если у нас нету потребности, зачем, то зачем нам какие-то навыки новые, зачем нам что-то прокачивать. Нет, нам этого ничего не надо. Вот мы и делаем то, что делается, то, что получается, то, что само в руки притекло. Ну, не берут на работу и не берут. Ну, не любят и не любят. Ну, живу с этим идиотом. Ну, и живу, и сама идиотка. Потому что с идиотом может жить только идиотка. Вы понимаете? С абьюзером может жить только жертва. А жертва – это та, которой нужен абьюзер, нужны страдания. И, кстати, в паре человека, который, да, абьюзер, давайте так, человека, который нападает. И жертвы оба меняются ролями. Потому что периодически один нападает, второй жертва. Потом тот просит прощения. Ой, прости, пожалуйста, я так никогда больше не буду. Какой я? А та становится агрессором. Ага, ты скотина, ты меня оскорблял, ты меня обижал. И вот так вот вы все время меняетесь. Классная игра. И пока вы из этой игры не выйдете, пока вы не скажете, вообще, ну, в жопу. Я пошла жить своей жизнью. До свидос. Кино окончено. Играйте, пожалуйста, в это без меня. У меня тут нету. Все. Я даже не в домике. До свидания. Эта игра будет продолжаться. Так вот, история про то, когда вы не знаете зачем, когда вы не можете объяснить, зачем вам это. Вот ваша жизнь не может измениться. И вот вы приходите ко мне или к кому-то и говорите, ой, я так хочу изменить свою жизнь, так хочу. Я говорю, ну, давай что-то делать другое начнем. Ой, ну нет, я сейчас не могу, у меня времени не хватает. Вот сейчас у меня огромная версия марафона «Райтеру жизни». Тысячу человек находятся в чате и еще 700 за его пределами. И большинство людей не могут найти время. Не могут. Не получается медитировать, не получается писать, не получается лет. Конечно, не получается. Сидеть и просрать свою жизнь у вас у всех прекрасно получается. Проюбывать ее каждый день вы все можете. А сделать что-то новое для себя, ну, не, не получается. Собака гавкает, рука болит, муж кричит. Не получается. Нет. Конечно. Это нет. Это никак. Никак нету на это времени. Извините. Sorry. И вы должны осознать, что если вы не будете делать ничего нового, то ничего и не изменится. А нового вы не сможете делать, если вы не будете развиваться, если у вас не будут появляться какие-то ваши новые навыки, умения хотя бы работать со своим мозгом, хотя бы понимать. Потому что это тоже навык работать со своим мышлением, работать со своей энергией. Это навык. Но если вы не знаете, какого хера вам это надо, уж простите. Уже вот я в психологии говорю простым языком. Потому что если я сейчас буду рассказывать вам это все как сладенький эксперт, вы же ни черта не поймете. Поэтому какого хера мне это надо? Задайте себе этот вопросик сегодня. И если вы не знаете, какого хера, то вы же ничего и делать не будете. Понимаете? Вот такая бедишка. А знаете, почему не будет? Потому что еще выше можем пойти с вами. А не знаете, какого хера, потому что вы не понимаете, кто вы. Вы не понимаете, какая ваша роль в этой жизни. Потому что когда я выбираю роль, что я хозяйка своей жизни, или я суперклассная мать, лучшая. Лучшая мать. И вопрос, какого хера, для меня такой. Я хочу дать лучшее своим детям. Не то говно, в котором я была. Не тех мужиков, не те отношения. А вывести их на новый уровень. Вот такого хера. Тогда я понимаю, что мне нужно приобрести какие-то навыки и умения, которые позволят мне что делать, делать что-то нужное и крутое. Чтобы я могла это продавать. Чтобы я могла стать примером для своих детей. А когда я приобретаю такие навыки и ценности, я начинаю это делать. А когда я делаю что-то круто, у меня появляются деньги, у меня появляются классное окружение и классные возможности. Я иду сверху. Я задаю себе вопрос, кто я, кем я хочу быть. Если я хочу быть крутой женщиной, значит, я не буду жить с абьюзером. Значит, вопрос какого? Зачем мне крутая женщина? Зачем? Я хочу чувствовать себя королевой. Хочу прожить эту жизнь круто. И тогда какие мне нужны навыки и умения? Мне нужно научиться любить и ценить себя. Мне нужно понять, что я у себя самое важное, самое главное сокровище. Не кто-то другой, а я. Мужчина может от меня уйти или я захочу от него уйти. Дети могут вырасти, а могут у меня не родиться. По-разному у людей в жизни бывает. Понимаете? А я у себя одна. И когда я это понимаю, когда моя ценность такая, я учусь себя любить, я начинаю себя вести иначе. Это происходит на уровне действий. Какие действия я начинаю делать? Я не позволяю рядом с собой появляться абьюзеру. Запомните, абьюзер не появится, если вы не жертва. Вы ему будете неинтересны, у вас не будет контакта. Понимаете? У вас не будет контакта. Потому что он будет терроризировать, а вам не нужен террор. Вы ему скажете, слушай, да пошел ты в жопу. Ты больной, иди отсюда. А если вы жертва, то вы будете подставлять ему в свои разные места. Понимаете? И когда я понимаю, что я нормальная женщина, мне вот эта вся история не нужна, я говорю, до свидания. Мальчик, иди лечись. Ты мне не нужен. Я начинаю выбирать другое. Потому что я знаю, хочу, чтобы вы меня любили, я хочу, чтобы вы меня ценили. Я хочу сама любить и ценить, а не играть в эти дебильные игры. Мне неинтересны эти игры. Кто плохой, кто хороший. Давай поссоримся, помиримся. Да пошли вы в жопу, идите играйте где-то. Я не хочу. И тогда, когда я начинаю себя таким образом вести, в моей жизни есть нормальная жизнь, да, нормальные мужчины. И тогда я имею другой факт. Тогда я не могу говорить об абьюзе. Я не буду вам тогда рассказывать об отношениях, в которых меня унижают. Потому что я изначально определила, что я другая женщина. А когда вы себя изначально определяете как жертву, когда вы говорите, когда ваше убеждение основывается на том, что не бывает идеальных отношений, что везде есть шероховатости, тогда вы начинаете и вести себя так. Вы говорите, ну, не так уже плохо. Вы сравниваете себя с кем-то другим. Вы говорите, ну, у нее вообще хуже сильно, а у меня нормально. И я не хочу быть одинокой. И я вот детям не хочу. И вы, мужчина, с вами начинает играть в какую-то жесткую игру, да, там, так, то-не-то, это-не-то. А вы подстраиваетесь. Ваши действия. Ну как, у вас же есть убеждение, что для вас самое главное сохранить семью. Ну, подумаешь, тут что-то не нравится, там что-то не нравится. У всех же плохо. Ваши убеждения такие. Это не самое плохое, все равно он нормальный, все равно зато не одна, не одиночка, зато есть кому помочь, зато же площадь есть на двоих. Понимаете? И вот вы, уже ваши действия такие. Какой ваш факт? Доголимое отношение ваш факт. И вы сидите и говорите, ну, я с ним уже 20 лет. А вы думаете, правда, что если вы с ним 20 или 30 или 40 лет от такого продолжать уебывать свою жизнь? Вы правда так считаете? Раз уж 20 лет жизни уебала свою жизнь, то буду продолжать уебывать ее еще третий. Обидно будет, если вы будете долгожителем и до 120 дотянете. Ну, обидно, правда? И он, сука, не сдохнет. Представляете? Вы будете каждый год ждать, ждать, ждать. У меня, знаете, есть такая интересная история. Как жила-была одна, как это назвать? В общем, есть тетя, а есть племянница. Жила-была одна племянница. У нее была тетя лет на 20, ее старше. И тетя была страшно больна. И она ей говорила все время, присмотри за мной, я тебе квартиру оставлю. Ну, знаете, она же вот это все нормальненько так идет за квартирку. И она все за ней присматривала, 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 присматривала. Тетя каждый год умирала, но никак не умерла. Угадайте, кто умер первый? У той не было личной жизни. Там никуда не ездила отдыхать. Там, блин, постоянно бегала к этой тете. И в итоге она умерла первая. Племянница сдохла первая, а тетя осталась жить. Так что вы себе напомните, пожалуйста, в следующий раз, когда вы что-то там клонируете, да, что у вас будет какое-то количество лет, там, старой, дряхлой, дожить. Что может быть такое, что вы вдохнете первая, а ваше станется жить. Даже если он у вас старше на 50 лет. Так бывает. Понимаете? Так тоже бывает, друзья. Я рада, что вам заходит мой замечательный юмор, но мне очень важно, чтобы вам это зашло. Потому что еще раз, если я вам сейчас буду все рассказывать очень академично, вы ухрюкаетесь и уснете, и будете спать. А мне надо, чтобы вы запомнили, чтобы вы подружке показали, чтобы вы об этом поговорили, чтобы вы поговорили с подружкой, чтобы слушать, ну мы долбоебки с тобой, мы реально просыраем свою жизнь. Ну скажите друг другу, как есть. Ну можете сказать, ты знаешь, дорогая, мне кажется, что мы что-то делаем не так. Да нет, мы все делаем так. Ну ты понимаешь, дело в том, что я не очень счастлива и себя ощущаю рядом с моим партнером. Ну ты знаешь, у тебя еще хороший партнер, а мой так вообще, ой, ну да, ну пойдем, скоро придет, надо борщ ему сварить. И замечательно, и прекрасненько. И зачем? И к чему? Я сейчас призываю вас только к одному подумать, начать думать, бросить в свою головушку зернышко вот это. Я очень хочу, чтобы вы просыпались, чтобы вы понимали, что это та жизнь, та жизнь, которая у вас сегодня одна, вы ее потом не вспомните. Может быть у нас есть еще, но мы их не помним. И крайне обидно, крайне обидно проживать в ее страданиях и в страхах. Вот прям совсем обидно. Я хочу, чтобы вы понимали, что вы делаете, вы имеете то, что вы сами выбрали. То есть это происходит с вами, потому что это ваш выбор. И похер, осознанный он или нет, вы такое выбираете. Он может быть неосознанным только в одном случае, вы головой своей не думаете, понимаете? Вы слушаете, как вам кто-то что-то говорит, потому что в детстве вам очень хорошо всем собачили, что слушай, что тебе говорят. Делай то, что тебе говорят, потому что ты тупая овца, вырастешь, такой станешь. Я уже говорила о том, что у меня Алиса с Евой перешли в новую школу, слава тебе, Господи. И Алиса, первое, чем она делилась со мной, это то, что, представляешь, мама, мы можем ходить по классу, заходить, брать в свой шкафчик вещи, когда захотим пить воду, и нам никто ничего не говорит. И в туалет мы можем выходить, не отпрашиваясь, мы должны просто пальчик поднять. И, представляешь, никто не ходит на мой полурок, а не говорит о том, почему ты пришла с такой прической, почему ты пришла в этой одежде. Мы же в школу учиться приходим, говорит, а не о прическах, а об одежде говорить. Говорят мои маленькие дети, понимаете? Потому что там идет история про то, что ты человек, ты личность, у тебя есть свои потребности, подбирается даже учитель под ребенка, понимаете? Тестятся дети, тестятся учителя, а потом они друг друга выбирают, кому с кем комфортно, понимаете? И это нормальный подход, а нас же так не учили. У нас ешь то, что тебе говорят, думай то, что тебе говорят, делай то, что тебе говорят, потому что ты дебил, а я лучше знаю, я взрослый, да, как у нас говорят. Нужно слушать старших. Ничего страшного, что дядя Гриша бухал всю жизнь. Ничего страшного, что он ни хера не знает и не умеет, но он старше тебя, поэтому ты должна его слушать, вот вырастешь и что? И станешь таким же дебилом, как дядя Гриша. Потому что головы надо свои включать, они у вас для этого есть, понимаете? Для этого. Вот, такой сюрприз. Не для того, чтобы, как писал тот прекрасный человек, делать миниет. Да, это тоже можно, но не для этого голова дана, не для этого. Нет, прикиньте! Есть резиновая зина там, есть множество моментов. Это тоже можно, но не только для этого. И не для того, чтобы еду туда засовывать, тоже не для этого. Вы знаете, что наш мозг, это вообще самое уникальное явление, изобретение, орган, не знаю, как это правильно назвать, давайте системой назовем, которая вообще есть, там триллиарды различных клеток. Неужели вы думаете, что это только для того, чтобы сосать? Сосать может резиновая зина? Вот, Гайворонская, Юлечки, мои подруги, обратитесь, она вам даст много всяких полезных гаджетов, которые могут сосать, лизать и делать прочие вещи, тоже могут. И голова для этого человеческая не только дана, понимаете? И жрать тоже не обязательно, потому что пузы и вот эти все хрени вас не украшают и не делают вас здоровы. Головой можно что-то изобретать, делать, в космос улетать, понимаете? Благодаря голове можно придумывать сумасшедшие вещи, реализовывать, мир спасать, создавать, генерировать, думать. И понимаешь, что скучно и лень, как вы все сказали, да? Я понимаю. Ну, что я вам еще могу по этому поводу сказать? Поэтому давайте пройдемся по нашей формуле, да? Мы же говорим о формуле. Давайте начнем сверху, а потом снизу, а потом сверху. Итак, у нас с вами есть некая жизнь, в которой мы живем. Что определяет, почему у нас есть то количество денег, та внешность, те друзья, та работа, тот дом? Что это определяет? Определяет то, что мы делаем. Если мы делаем что-то одно, мы имеем вот это, а если мы делаем что-то другое, мы имеем другое. То есть в зависимости от того, каким образом наши действия строятся, есть наш результат. Итак, что влияет на то, что мы делаем? Те навыки и умения, которые у нас есть. Я классный айтишник, могу заработать много. У меня круто работает мозг, я в чем-то уникален. Я классный певец, танцор, у меня есть какие-то особенные таланты, которые я развиваю, да? Что влияет на то, что у меня, что я делаю? Как раз те самые навыки и ценности, да? Мои дети, например, как стать крутым танцором, да? Или там человеком, который берет за свои уроки по 100 евро за урок. Очень просто. В 4 года уходите на танцы и начинаете каждый день в течение десятилетий эбашить. Вот. Если вы будете правильно эбашить, складывать достаточно в это время сил, ресурсов, денег, то вполне возможно, что человек маленький вырастет в большого человека и станет профи. Это работа. Ваши навыки и умения определяют то, что вы умеете делать. Кто-то умеет просто сидеть и обсырать кого-то, вот это навыки и умения, да? И за это на кассе может сидеть и делать мое любимое пип, пип, да? И зарабатывать 3 500 гривен в месяц. Кто-то умеет создавать и запускать в космос ракеты. Кто на что гораст, как говорится. Что определяет, почему у кого-то есть эти навыки и умения, у кого-то нет? Потому что кому-то, какого-то хера это надо, он решил, что он вдруг будет запускать ракеты в космос. Он решил стать великим, он решил, что он будет собирать стадионы. Он что-то решил. У него есть ответ на вопрос, зачем? Потому что я так хочу, потому что для меня это важно, потому что мне важно что-то создать. Кто-то сказал, а мне ничего ни хера не надо, мне так нормально, мне суббота, воскресенье, чтобы выходной и пенсии платили потом. Поэтому вот так вот. Все, вопрос зачем? Теперь перед вопросом зачем? А почему, да? У кого-то кто-то задает эти вопросы, а кто-то нет. Потому что кто-то изначально решил с детства, ему сказали, что ты неудачник, и он поверил. Ему сказали, ты такой же дебил, как твой отец, и он поверил. Ты двоечник, у тебя ничего в жизни не получится, потому что ты уроки не учил, он поверил. А кому-то сказали, ты лучший, или он себе сказал. Ему говорят, ты двоечник. Он говорит, я двоечник, иди в жопу училка, это ты двоечница. Я стану президентом. Ему говорят, ты комик. Зеленский, иди сядь, ты комик, блин, придурок. Он говорит, Мария Ивановна, я вот вырасту и стану президентом. Ему говорят, ты что дебил, ты в КВН играешь. В президенты в КВН не играют. Он говорит, это вы, дебил, в президенты не играет в КВН. А я вырасту и стану президентом. Ему говорят, президент, ну какой президент? Потом вырос, ему говорят, ну точно тебе президентом не станешь. Ты в кино снимался с голой жопой, ты с Верой Брежневой сосался. Он говорит, а я стану президентом. Взял и стал президентом. Страна обхохочется, блин, как ржала, все вокруг ржут, а он президент и сажает тех, кто ржет. Понимаете, вот вам реальность, вот вам реальность, на голову не налазит, не налазит, не налазит. А оно так есть, поэтому идентификация, кто я определяет, пошли теперь, определяет, какого хера, как это, какого хера, потому что я хочу быть президентом, потому что я считаю, что я самый крутой чел, и я могу этот мир спасти, по крайней мере, эту страну. Окей, а навыки, какие умения у тебя есть? Ну я научусь, ну да, я был актером, научусь быть президентом, прокачаю, я себе соберу лучших людей, они меня быстренько прокачают, чтобы я стал президентом. Ну там разберусь, ну там, я же сценарии учил, учил, перед камерой снимался, снимался, штаны первый раз перед камерой снимать, тоже стрёмно было, ну научился же, научился не краснеть, так и тут страной научусь руководить. Быстренько навыки и умения получил, да, получил, получил, что начал делать? Пошел править страной, уже навыки и умения есть, уже можно править. Пошел, начал править, да, действия стали другие у него, вот, раньше в кино снимался, сценарии писал, на корпоративы ездил, свадьбу у меня вел, а сейчас страной пошел править, действия поменялись, результат поменялся. Раньше был Зеленский, Вова, комик. Я, знаете, как было у меня, когда у него были выборы, вот он шел в этот году на выборы, я приехала во Львов выступать на конференции. И утром спускаюсь, и позавтракать надо, такой отель был хороший, но маленький очень, и я там себе это всю еду поставила, и некуда столиков нету. Я вижу, парень сидит под окошком там, сбоку, я к нему подхожу, и говорю, извините, можно с вами поем, ну просто быстро, у меня конференция. Он говорит, да, садитесь, я сажусь и смотрю, Зеленский, а он баллотируется. Я ему говорю, ой, Владимир, а мы помните там с вами, короче, на свадьбе работали, да, да, привет, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, о, а что, правда, типа, баллотируемся? Он говорит, ну да. Я говорю, прикольно, вот, сижу, а у него авокадо на тарелке, а у меня эта привычка вечно мужские тарелки заладит. Авокадо нету нигде. Я говорю, Воп, а это, авокадо, где взял? Он говорит, они сами принесли, и все время я им авокадо заказала. Говорит, хочешь, на, ну посели, пожрали авокадо. Я говорю, ну будешь президентом, прям будет классно. Ну поржали и поржали. Я говорю, в номере-то в президентском живешь? Видела там в лифте президентский номер написано. Ну поржали, не, они в президентском. Я говорю, ну будешь в президентском, значит, когда-нибудь. И тут через три или четыре месяца, сколько он там, стал президентом. Оборжаться? Да вообще. Как вы думаете, изменилось, теперь можно с ним позавтракать вот так в отеле? Это я про окружение и про... Не, уже не Вова, уже в отеле не позавтракаю. Вы понимаете, как это работает? Вы понимаете, что это формула? И она, мать ваша, простая. Но все вот здесь. И пока вы не перепрошьете свои мозги, вы будете дергаться. И окружение ваше вас будет дергать. Вы должны сами стать сильным. Прокачать свою внутреннюю силу для того, чтобы действовать. Это просыпается внутри, когда однажды ты чувствуешь себя сильным. Ты чувствуешь, что ты готов. Вроде бы ничего не поменялось. Вроде бы у тебя не добавились крылья, ты не стал суперменом и даже не вколол себе прививки все сразу же. И от коронавируса, и для коронавируса. Но, понимаете, поменялся. А меняется это все благодаря ментальным практикам и прокачке вашего мозга. А вот я как раз могу научить вас, как прокачивать свой мозг и не спрыгивать с этого. Это наподобие того, как научиться постоянно правильно есть, а не худеть раз в год. Так вот я то же самое делаю с мозгом. Я помогаю вам научиться и, скажем так, поставить фильтры на свой мозг и не засорять его всяким говном. Мозг. Вроде всего негативного, вроде тех программ, мы их тоже отсортировываем, которые у вас там живут. Вы же все очень правильные, просто как-то вам не повезло. А не повезло вам именно потому, что в голове у вас и много мусора. Так вот я как раз ваш черный плащ по мусору прихожу и фильтрую ваш мусор в голове и помогаю вам наводить порядок. Ваш суперстилист, ваших мозгов, ваших убеждений, всего, наводим порядок. Не сезонный, а пожизненный. Стилисты приходят и делают разбор гардероба. Я прихожу и делаю разбор мозга. Точнее, вы приходите ко мне на рерайтер и делаете разбор мозга. И в этом я вам могу точно помочь. По крайней мере, тем людям, которые уже пришли на пробную версию, потому что уже в рерайтер жизни можно прыгнуть только на постоянную версию. То, я не знаю, по-моему, сегодня и завтра последний день. Вот, друзья, чем мы занимаемся. На этой прекрасной ноте, полдесятого, я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы меня смотрели. Я буду вам безумно благодарна, если вы поделитесь этим эфиром с теми людьми, которых вы любите, или с которыми вы общаетесь, и вы бы хотели поговорить с ними о чем-то другом, кроме как на обычные темы, потому что здесь есть над чем поразмышлять. Я вам буду очень признательна, если вы оставите после публикации комментарий, понравился вам этот эфир или нет, слишком ли я была агрессивная, или слишком мягкая, или вообще, потому что меня мотивирует это на эфиры. Я стараюсь их проводить регулярно, и тем не менее, когда я вижу, что мои эфиры вам заходят, это мотивирует меня больше. И, конечно же, обращение ко всем, кто сейчас находится на пробной версии рерайтера, и все еще думает, что это фигня. Я могу сказать вам одно. Это не фигня. Все остальное вы знаете сами. Люблю, целую пух, и очень жду ваших комментариев после публикации эфира. Пока!